В качестве эпиграфа позвольте прочитать стихотворение «Антропология», посвященное Евгению Евгеньевне Экзегету. Написано 23 января 2008 года в Венёве. «Молчание золота, давай позолотим всю жизнь, давай начнём с вершины и веру утаим с надеждой и любовью. Блистательным безмолвием покроем сокровищницу благ». Таков я слышал точный перевод слов греческих молитвы духу. Помнишь, небесный Царь утешитель дух истины и далее сокровища благих. А голос совести, а голос хлада тонка, а голос страха Божья в тишине ума молчащего сокроем. Это асист. От купола сойдём до сердцевины, потом сойдём ещё ступенью ниже, где воли золотое отсечение проходит до костей, до самой крови и до плоти. И образом таким жизнь облачим в заветный хрисофор в латинском переводе «ауилюмен» – «селентиум». Церковно-славянский глагол «знаменитель» или «знаменователь» лучше всего перевести сейчас на русский язык именно как «проектировать». Авторы, вышедшие почти 20 лет назад в Москве книги «Древнерусское градостроительство», очень интересные наблюдения приводят об этих терминах и корневых существительных «знамения» и «знак». Они применялись для обозначения творческого акта воплощения в образе, рисунке, чертеже какой-либо идеи, мысли. Сфера применения очень широкая, и ссылаясь на известный словарь русского языка XI-XVIII веков, в 1979 году вышло в Москве это издание, приводят такие любопытные примеры, скажем, документ XVI века. Да писарев же Ганец прислал с приставом на листу письмо с чертежом, да тетрадь со знаменем, как цесаревым людям бои были с турскими людьми. И хотя сами они противопоставляют отчасти знамение и проект, указывая, что проект это детальное изображение, а знамение – это идеализированный условный рисунок. Но, скорее всего, это некие архитектурные предрассудки, а современный дизайн, современная теория проектирования, а еще больше церковная письменность, свидетельствует о том, что значение этого слова «дать знамение» в нынешнем понятии именно связано с проектом. Мне хотелось бы несколько привести свидетельств этого, и первое, конечно, знамение, о котором будет речь идти – это знамение Креста. Очень выразительно в Акафисте Кресту в 10-м икосе говорится, «Кресте все честны, с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, яка от знамения Твоего с верою благочестно творимого все силы ада, яка дым от ветра исчезают» – пасхальные мотивы. Радуйся, яка Тобою вся крепость их, яка воск от лица огня истаевает. Радуйся, яка святее мученице, знаменем Твоим ограждашься и имя Крестова призвавших, всякие мучения мужественно претерпевших. Радуйся, яка преподобная Ци, помощь и силы Божества знаменитую присущую, бесовские страхования и страсти восстания победиши. Радуйся, честные крести, всерадостное знамение нашего искупления». Это же характеристика силового или с греческим акцентом, можно сказать, динамического или с латинским акцентом, потенциального или с церковнославянским акцентом, чудесного присутствия Божия в каноне, в Кресту, в пятой песне, особенно выразительно. Кресте Божий образ на знаменателе, образе неисписанной силы, освящение водам, очищение воздуху, освящение, просвещение всякому, мужество знамения Христовских, это непреложный, противное в землю попирает. Мотив силового варения, конечно, раскрывается в удвоении, в противостоянии сил, в сопротивлении этого Божественного проекта, виртуальному контрпроекту, как мы все на сон грядущем, в восьмой молитве, просим измимя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистиво от живы. Символический характер знамения позволяет, как бы, перехватывать его, как знамя от одной силы в другую, в воскресном чтении и предвоздвижении символ змеи, который, конечно, в христианских культурах связан с драконоборческим и змееборческим рядом. Символ змеи, в словах Спасителя, известных, перехватывается у Иоанна в третьей главе. «Яко же Моисей вознеси змею в пустыне, так и подобает вознесися Сыну Человеческому». И далее, в 12-м, уже не критчивым образом, но прямо свидетельствует. «И аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». Евангелист поясняет. «Сие же глагола же назнаменуя, коею смертью хотяше умрите». На эту грамматическую форму следует, мне кажется, обратить особое внимание, потому что это не совсем пророчествуя, а вот как бы, ну так, не очень принято говорить, но вот в таком смысле, как я начал предлагать толкование, указывая на проект. И эта же грамматическая форма в точно таком же звучании встречается в тайночетомой молитве на Малом Годосвятии. «Благослови всех нас, и же преклонением свои я вы, назнаменающих работное воображение». Вот эта готовность вступить в действие, проект которого объявлен, здесь предельно выражено. И еще одна характеристика очень важна в знамении – это световая его природа. В молитве первого часа «Христе свете истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир, дознаменается на нас свет лица твоего». Давным образом свет неприступный. Так я слышал, что обычаи староапряческие, на этих словах молитвы первого часа «Дознаменается на нас свет лица твоего», а верующий сняет себя крестным знамением. Но есть одно «но». И здесь вот мы вступаем в область проблем знамения. Одно «но», которое, конечно, у нас на памяти – это Павлово послание Коринфина о Христе, Божьей силе и Божьей премудрости, где Павел указывает, что знамения ищут иудеи. И указание – это так же, как и указание, что эллины ищут премудрости, противостоит христианской проповеди. «По ней же иудеи знамения бросят и эллины премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа раз так. Иудеи ему пособлазны, или нам же безумие». Еще речь об этом искании знамени предупредительно и осудительно, сказал Спаситель сам в Матфея 12 главе. «Тогда, отвеча, шанец и от книжника фарисей глаголюще, учителю, кощем от тебе знамение видите, он же, отвечав речей, рот лукав и прелюбодей знамение ищет, и знамение не дастся им, только знамение, и он и пророк». Эти жестокие слова у синоптиков и еще раз у Матфея в 16 главе, у Марка в 8 и у Луки в 11 повторены, как некое предупреждение. Здесь скрыта определенная тайна, ибо речь идет о знамении Божьем, почему Спаситель предупреждает о искании знамени. Наверное, это связано с той характерной четвертой евангельской семиотики, которая именуется эсхатологией. Всякое знамение указывает на предел. И здесь нам предстоит вступить в область Страстной Седмицы, чтение Великого Понедельника. Там содержатся некие предельно важные характеристики о знамении и свидетельстве. Марка 13, 3, 27, Луки 21, а на Самый Великий Понедельник, это параллельные места от Матфея, 24 глава, не читая весь текст, только несколько ключевых моментов. Ученики Его спрашивают, когда будут сия, и что есть знамение Твоего пришествия и кончина века? Чувствуется, что это, конечно, иной вопрос, это не искание знамения. Спаситель, говоря о катастрофах последних времен, говорит, что не тогда все закончится. И вот интересно. Проповедуется Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем языкам, и тогда кончина. Свидетельство, достигшее краю Вселенной, и знамение кончины века. И далее. Восстанут Бог уже Христи, уже пророцы, и дадят знамение, вере и чудеса. Яко прельстите, аще, возможно, избранное. И говорит о знамениях своих противостоящих, знамениям лжехристов. Яко же, бо молния исходит от востока, исполняется до запад, так и будет и пришествие Сына Человеческого. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небесе, и силы небесные подвигнутся, и тогда явится знамение Сына Человеческого на небесе. Что есть апокалипсис с точки зрения апокалипсиса? То есть, как выглядят последние события мировой истории с точки зрения последней книги Священного Писания? Апокалипсис есть схватка свидетельств, а именно, свидетельство Сына Человеческого со свидетельством обезьяны. И нам нужен критерий. Можно, конечно, пойти по пути святителя Игнатия Принчанинова и его знаменитое суждение об истинном смирении и ложном смирении. Как он сказал, истинное смирение – это смирение перед истиной, а ложное смирение – это смирение перед ложным. Переложить в область рассуждения знамени и сказать, истинное знамение – это знамение истины, а ложное знамение – это знамение лжи. Но такое утверждение, насколько неоспоримо, настолько и невыполнимо, ибо умозрительно, Евангелие дает нам простой, гораздо более простой и телесный критерий. Распознавание знамени – это хлеб. Свидетельство любимого ученика. Отвечай Иисусу рече. Аминь, аминь глаголю вам. Шестая глава. Ищите мне не якобидисто знамени, но я ли есть и хлеб, и насытистеся. Не делайте брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный. Ежи Сын человеческий вам даст. Всего Бог Отец знамена Бога. Может быть, это самое таинственное, что сказано о знамени в Священном Писании. Реши же к нему, что сотворим да делаем дела Божьи. Отвечай Иисус и речей. Се есть дела Божие, да веруете в того, где Божий послал Он. Реши же ему. Кое у воды творишь из нами, да видим и веру к нему. Что делаешь? Отцы наши и душа ману в Христыне, якоже есть писано. Хлеб с небесе дадей им ясно. Реши обоим Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Не Моисей даде вам хлеб с небесе. Но Отец мой дадите вам хлеб истинный с небесе, хлеб во Божии исходя из небесе, и дадя из его от мира. Что сказано об этом? Сказано, что свидетельство имеет евхаристическую природу. Сказано, что подлинным свидетельством является евхаристия. И для того, чтобы понять характер свидетельства, как центральный вопрос нашей конференции, нам надлежит войти в область евхаристии. Это будет вторая половина доклада. Мы просмотрим, что есть строго в область исключения. Процентимый вопрос. Можно? Можно. Для того, чтобы преодолеть трудность анализа евхаристии как свидетельства, а трудность это состоит в двух вещах. Во-первых, это опыт очень внутрисоборный. То есть он не связан с внешним социальным, образовательным, педагогическим явлением церкви. И поэтому обычно трактуется как невозможность свидетельствовать. Вот как это говорилось, во времена гонений церковь не имела социальных форм свидетельствования веры Христовой и вынуждена была ограничиться только служением литургии. В этом смысле кажется так, что да, если мы только служим и миру не являем, мы не можем свидетельствовать. Но есть и еще один момент. Это опыт всегда внутриличный очень. У нас есть канон евхаристический, но что мы переживали? Для небольшого лирического введения позвольте еще одно стихотворение. Этот день посвящается владыке Алексею Тульскому митрополиту. «Когда приходит день, как меч на до и после жизнь рассвечен, когда приходит день огонь, и ты среди входящихонь, когда приходит день вода, когда приходит день звезда, когда приходит день земли, тогда стихиям повели исполнить сердце. Ибо в этот день тебе надлежит быть изъятым из мироздания и разум испытать рождение, супружество и смерть, дабы познать первого и последнего, познать единственного». Чтобы войти в область евхаристии и евхаристической природы свидетельства, воспользуемся испытанным приемом. Возьмем книгу мастера, это будет известный палеонтолог. «Поскольку снова Господи, но уже не в лесах Иона, а в степях Азии, у меня нет ни хлеба, ни вина, ни алтаря, я поднимусь над символами к чистому величию сущего, и как твой служитель предложу тебе труды и спорт мира на алтаре всей земли». Наверное, вы узнали, это Вселенская Литургия Теяра-де-Шарпен. «А сейчас произнеси над ней, над всей тварью, моими устами могущественные слова, без коих все в нашем знании и в опыте нашем распадается, и которыми все в наших размышлениях о Вселенной и действиях в ней соединяется и скрепляется, насколько хватает взора вокруг. Над всей жизнью, которой предстоит зародиться, расти, цвести и зреть сегодня, возгласи, сие есть тело мое, а над всякой смертью, подтачивающей, обескровливающей, косящей повели, и в этом самое суть таинства веры, сие есть кровь моя. Свершилось, огонь снова пронизал землю, он не пал с грохотом на вершине, подобно ступящей молнии. Разве хозяин сламывает дверь, входя к себе в дом? Есть некий переброс между словами Спасителя, которые это Ярд Шеден приводит, и его словом «совершилось». Но может быть это литературный прием, потому что это было окончание очерка «огонь над миром» и начало очерка «огонь в мире», но нет. В божественной среде, в природе божественной среды читаем, когда священник произносит фразу «хог эст корпус мео», слово сходит прямо в хлеб и тут же преобразует его в личную реальность Христа. И вот здесь мне хотелось бы коснуться самого трудного момента, коснуться, насколько можно деликатно, потому что, читая это, я сразу слышу внутри себя возражение, как это слово сходит прямо в хлеб. Ничего подобного, не сходит слово прямо в хлеб. Ведь эпиклеза должна быть. Мы берем служебник и там читаем дальше последовательность. И здесь есть самая трудная тема о рамках традиции, как границах свидетельства. Та тема, которую и Лоский, раньше и сейчас Хоружий обсуждают, тема соборного характера традиции, как свидетельства. Ее очень парадоксально выражал отец Павел Флоренский, говоря, Евангелие – это часть эпиклеза. Итак, мы берем служебник и читаем чинопоследование после Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа. Та же главу, преклонив диакон, служитель должен преклонить главу, и, показуя оралем Святый Хлеб, глаголит тихим глазом. Свидетельство всегда тихо. Благослови, Владыка, Святый Хлеб. Священник же, восклонься, второй служитель и второй свидетель, по древней традиции свидетельство должно быть совершено в двоих и в троих. Священник тоже служит, и поэтому он кланяется. И вот ключевое слово. Священник же, восклонься, знаменует Святой Хлеб Благода, и сотвори Бога хлебси, честное тело Христа Твоего. Кто совершает действие? Сказано, что всякое свидетельство при двух или трех совершает третий – Дух. А те, кто служат, они осуществляют знамение, то есть свидетельство. И в этом тайна того, что врата адовы не одолевают церковь, либо ее свидетельство устроено неодолимым образом. Благодарю за внимание и возможность до конца сказать очень важные слова. И последний в качестве венгетки стишон злоупотребляю вашим благотерпением стихотворение местно-историческое, посвященное отцу Сергию Гамаюнову историку, написано в седьмой палате первого хирургического отделения ЦКБ в августе шестого года. Обращена в музей-квартира отмечен дом и особняк. Здесь жил такой обычай мира за годы жизни ставит знак. День жизни тоже стоит плата. Я жил здесь дата на доске тебе больничная палата, тебе вагонная куполь. Спасибо. Спасибо.